Это сертификаты, сертификация, почему это важно, почему это нам может помочь и должно помочь. Но вначале я хочу сказать, что я утеплилась потому, что пришло прохладное время года, я говорю про Харьков конкретно. И просто напоминаю, что в этот момент, когда погода меняет свои условия, наш организм приспосабливается, для этого ему нужно немножко помочь и желательно все-таки себя немножечко утеплить. Итак, мы с вами продолжаем разговор о том, как продукция компании APL, мы говорим конкретно про аккумулированные дрожжи наши, как они могут помочь нашему здоровью, как они могут поддержать наше здоровье. Мы уже неоднократно говорили о том, что в целом в современных условиях здоровье является не просто важной ценностью, но оно является и дорогой ценностью, потому что поддерживать здоровье в наше время становится все более и более сложным и дорогим удовольствием. Те, кто столкнулись сейчас с ситуацией, когда есть какие-либо проблемы здоровья именно в этот период месяцев карантина, они знают, насколько это все отражается на наших финансах. Для того, чтобы не доходить до ситуации, когда мы попадаем в больницу, мы вынуждены выполнять все рекомендации специалистов в области здравоохранения, мы предлагаем каждому заниматься своим здоровьем, уделять этому внимание и поддерживать свое здоровье в первую очередь. И для этого у нас есть продукция компании APL, которая помогает решить массу разных вопросов. Но самое главное – это питание, это не лечение. Мы все время об этом подчеркиваем, мы все время об этом говорим, потому что если вы уделяете внимание своему здоровью и к обычному питанию, вы обязательно каждый день добавляете в наши дрожжи, тем самым вы помогаете укрепить каждое звено и каждый орган нашего организма, и тогда в этом случае наше здоровье в целом будет нас только радовать. Конечно же, можем столкнуться особенно очень с какими-то простудными проблемами, это естественный момент, но в этом случае хочу напомнить, что мы их проходим просто намного легче, чем те, кто не принимает нашу продукцию. И осложнения у нас будут, если они и будут, они будут выражены в минимальной степени. Итак, что делать? Что делать с нашим здоровьем? Его надо подкреплять, надо укреплять нашей продукцией APL. Мы знаем, что у нас есть 15 видов продукции. Для того, чтобы четко быть уверены в том, что наша продукция работает, мы просто начинаем с того, как всегда, стандартно. Мы говорим о том, что эти наши дрожжи и леденцы имеют особенность. Они приготовлены с помощью особой технологии. Технологии аккумулитусей, которая нам позволяет выделить именно те растительные компоненты, которые нам нужны, нужны нашему организму. Потому что это элементы нашего питания, которые мы в обязательном порядке будем добавлять. Итак, наша технология позволяет выделить их в максимально полном объеме. При этом выделить их именно в натуральном виде и не оказать на их активность никакого влияния, сохранить ее. Мы помним, что мы придаем особого размера. Мы помним, что мы придаем определенный отрицательный заряд и так далее. И в итоге каждому из наших партнеров, каждому из наших друзей, гостей мы предлагаем продукт питания, который позволяет ввести внутрь нашей плеточки все вещества, которые необходимы для нашего здоровья. Прекрасная технология, прекрасные эффекты. Эффекты получаем быстро, потому что в полости рта. Но у нас 15 видов продуктов, о которых мы рассказываем и которые в первую очередь мы употребляем сами. Вот для того, чтобы мы четко знали, что эта продукция может применяться у людей разного возраста. У людей, у которых есть, допустим, какие-то проблемы. У кого-то есть сахарный диабет, а у кого-то есть проблемы печени, у кого-то проблемы почек и так далее. Нам нужно знать, что наша продукция не только дает положительный эффект, но она имеет ряд параметров безопасности. Потому что, как мы с вами знаем, есть некоторые лекарства, которые одним людям можно применять, а другим категорически запрещено. Как эти ограничения отражаются на нашей продукции, на наших 15 видов продукции? Мы говорим о том, что одним из правил нашей компании является полная безопасность. Я просто напоминаю, это часть нашей стандартного рассказа о нашей продукции. И тем самым эти вопросы безопасности подчеркивают, что растительные компоненты и компоненты фруктов не скапливаются у нас в организме, не оказывают помощного действия, не вызывают привыкания. Это стандартная фраза, которую мы говорим всегда, когда мы говорим о качестве нашей продукции, о том, что ее можно применять всем, ее можно применять постоянно. И она будет идти только в плюс и ни в коем случае не в минус. Вот для того, чтобы мы четко были в этом уверены, мы должны понимать, что специалисты компании провели массу дополнительных и обязательных исследований и изучений. Для того, чтобы в разных местах, в разных странах мы четко могли показать, доказать и в первую очередь сами понимать, почему наша продукция допустима к приему любым человеком. Причем мы же сами понимаем, что даже возраст от первых дней жизни и до любого возраста безгранично это не является никаким ограничением. Потому что для того, чтобы так четко, спокойно говорить о качестве нашей продукции, у нас есть ряд сертификатов. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что на каждой из наших продуктов все сертификаты получены в одинаковом объеме. И каждый наш сертификат, который получен, у нас включает весь перечень продуктов. Если вам интересно, пожалуйста, откройте, проверьте. Но это именно так и есть. Итак, я предлагаю просто коротко построить сертификаты, которые у нас есть и понять, почему эти сертификаты так важны. Один из наших сертификатов – это наш сертификат европейского соответствия. Итак, давайте поговорим, зачем вообще нужны сертификаты. И вот сейчас мы говорим о декларации о соответствии. У нас есть сертификаты из декларации о соответствии. Вот уже какие-то два разных понятия у нас появились. Итак, давайте поговорим о том, что вот мы приходим в магазин и покупаем что-либо. Ну, допустим, пакет молока или банку горошка, или мы купили какую-то часть для нашего автомобиля. И когда мы покупаем, и у нас написано, что это именно такой продукт, мы должны понимать, что если нам сказали, что это продукт написали, то именно этот продукт и есть. Вот подтверждение того, что это именно этот продукт качественно и по всем характеристикам, является обязательной процедурой подтверждения состава и соответствия этого продукта заявленному названию. Поэтому надо помнить, что если мы говорим о любых продуктах, которые разводятся в нашей стране или которые, допустим, завозятся к нам. У меня частичная информация взята в соответствии с российским сайтом. Ну, это абсолютно международные правила. Итак, мы говорим о том, что когда продукт доходит до потребителя, он проходит определенную процедуру подтверждения своего качества, своей безопасности и того, какие люди могут его использовать. Потому что есть же некоторые ограничения. Итак, у нас, возможно, для того, чтобы подтвердить соответствие продукта тому, о чем мы говорим, у нас, возможно, две формы. Есть сертификат или декларация. Вот мы знаем чутко слово сертификат, мы чуть дальше будем с ним сталкиваться. Но иногда появляется вот такая декларация соответствия, то, с чего мы начинаем наш разговор. Она выделяется немножко из всех остальных наших документов, подтверждающих качество и безопасность. Надо понимать, что обе эти формы, они подходят, но они имеют небольшие отличия. То есть мы говорим о том, что декларируются определенные свойства, и в обязательном порядке это надо подтвердить каким-либо из этих двух возможных вариантов. Сейчас мы говорим про оформление декларации. Декларацию о соответствии. Когда, допустим, ее делают? Ее делают в специальной лаборатории, не специальной, а специализированной, которая специализирована именно на проведении исследований по конкретному виду товаров. Потому что понятно, что товары для автомобильного рынка и товары для, допустим, продукта для того, чтобы использовать пищу, они будут немножко отличаться. Разные лаборатории будут этим заниматься. Итак, организация, в частности, наша компания EPL, она подает ряд заявлений и основных документов для того, чтобы показать, что конкретно мы будем декларировать. Подали эти документы. И после этого мы получаем, в данном случае мы говорим о сертификате или о декларации. Здесь есть небольшая разница в том, конкретно, какие документы подаются для того, чтобы получить эти документы, какой орган конкретно должен окончательно это все заверить и на какой срок это будет выдаваться. То есть есть небольшая разница, но не принципиально. Сейчас мы говорим о декларации соответствия ЕАС. Это Европейский экономический союз, но ранее называлось таможенный союз. Поскольку это имеет принципиально значение для многих стран, в этом случае вот будет сокращено такое название ЕАС или ЕАС. И в этом случае мы говорим о том, что протокол испытаний от специально аккредитованной испытательной лаборатории получен. И, соответственно, мы получаем вот эту декларацию соответствия. Мы заявили, что мы провели товар с определенными правилами, с определенными свойствами на выходе. И, соответственно, лаборатория подтвердила, что да, конкретно все наши заявленные характеристики, они соответствуют. И, соответственно, мы можем получить вот этот знак. Знак, который говорит о том, что в Евразийском экономическом союзе этот знак показывает, что процедура подтверждения свойств товара в специальной лаборатории, она проведена. И в этом случае главные свойства, главные характеристики, которые нам этот знак подтверждает. Название товара, наименование, данные производители, адрес и конкретно, кто несет ответственность за заявленные характеристики, информация о составе продукта, подробная информация, условия хранения и сроки годности. Это принципиальные вещи. Пожалуйста, поднимаем любую нашу упаковочку нашей продукции и мы все эти заявленные свойства видим. Что является важным? Сейчас мы говорим конкретно о информации, которая представлена по данной декларации на нашем сайте. Хочу напомнить, что я частично расширяю информацию об этих сертификатах, но в конце я буду показывать именно то, что написано в нашем сайте, чтобы мы все говорили одни и те же фразы и понимали, что мы говорим об одном и том. Итак, у нас на нашем сайте написано следующее, что декларация о соответствии ЕАС – это обязательный документ, в котором производитель удостоверяет, что продукция соответствует требованиям нормативных документов, преднятых на территории Евразийского экономического союза. Соответственно, эта декларация имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия. И на всю продукцию нашей компании этот документ у нас представлен и он есть на официальном сайте. Как просто в разделе сертификатов, так и у каждого продукта отдельно. Следующий сертификат, который у нас появляется, это была декларация соответствия. Мы уже понимаем, что здесь некоторые есть тонкости, но это тоже самое фактически, что сертификат. Теперь у нас появляется стандартный сертификат ICO. Это международная организация, которая занимается сертификацией. Это международная организация по стандартизации или по сертификацией, сокращенной будет буквы ICO или ISO иногда называется в транс-литерации. Ничего страшного, можно и так, и так назвать. Итак, это международная организация, которая занимается выпуском стандартов, разных стандартов для разных сфер жизни. Мы сейчас говорим о том, что есть декларация ISO 9001-2015, это последняя версия международного стандарта. То есть это система именно менеджмента, система управления рабочими процессами. Смысл этого четкого контроля в том, что если все рабочие процессы по подготовке, производству и упаковке, и логистике, они выполнены в определенном своде правил, то тогда, естественно, качество продукции будет, безусловно, именно то, которое мы заявляем. И в разных странах, не имея значения какая-то страна, есть один определенный рабочий порядок действий, который и должен выполняться. При этом надо помнить, что вот этот сертификат ICO, он является добровольным сертификатом, но добровольным, но очень важным. Суть этого сертификата в том, что мы подтверждаем, что в любой стране, в которой наша продукция будет выставлена, производство нашей продукции, именно контроль качества каждого процесса, он идет абсолютно в соответствии с принятыми стандартами. Соответственно, и оценка соответствия будет задекларирована именно этим сертификатом. Что нам подтверждает этот сертификат ICO? Ну, первое, это клиента ориентированность производства и, соответственно, нашей продукции. То есть мы говорим о том, что предприятие, которое предполагает, что оно будет работать с людьми, с партнерами в разных странах, и которое хотело бы иметь четкие, четкие гарантированные нами правила качества нашей продукции. Изначально поставив этот знак, который вы видите сейчас, мы говорим о том, что контроль каждой абсолютно рабочей процедуры происходит настолько жестко и правильно, что мы не сомневаемся в качестве окончательного продукта, который мы выпускаем. Следующее, это достойный партнерский потенциал. Мы говорим о том, что все необходимые документы, которые нужны для того, чтобы подтвердить качество, мы у нас есть. Все абсолютно правила международные нами выполнены абсолютно четко и полноценно. И, соответственно, мы можем абсолютно четко говорить о том, что наш потенциал, он на том уровне, на котором мы и хотели бы его представить. То есть он на очень высоком и достойном уровне. Следующее. Мы говорим о том, наличием этого сертификата, о том, что наше технологическое развитие производства идет постоянно в процессе только улучшения и модернизации, и эволюции. И снова же мы настроены на то, чтобы качество нашей продукции постоянно только улучшалось, и ни в коем случае оно даже на миллиметр не отличалось от тех заявленных нами качественных характеристик, которые у нас есть. То есть наша задача – это передовые информационные технологии. Мы знаем, что наша именно технология Камулеписе – это уже инновационная, мощнейшая, высокоэффективная технология. Но при всем при этом, как вы помните, постоянно идут поиски возможностей еще улучшить определенный этап. Следующий момент, который подтверждает сертификат ИСО – это наличие постоянного аналитического мониторинга. То есть мы постоянно отслеживаем качество не просто каждого элемента рабочего, но и работу каждого нашего сотрудника. Пятое – это грамотно организованная система реагирования на жалобы. Если появляются жалобы наших потребителей, мы обязательно их… у нас есть система сбора этих рекламаций. Соответственно, мы их анализируем, соответственно, мы делаем выводы, принимаем эффективные решения для того, чтобы устранить возможный недостаток. И обязательно затем обратная связь мы даем информацию тому человеку, который обратился к нам, допустим, с каким-то заявлением. Таким образом, получается, что эта система сертификации именно менеджмента кадрового и поступенчатого контроля за каждым элементом нашей работы является важным, потому что это свод правил и критериев международных, которые оговорены, которые всех абсолютно устраивают. Они универсальны. Поэтому этот сертификат говорит о том, что мы четко знаем международные правила, мы их абсолютно четко выполняем. При этом главная цель стандартизации – это стимулирование именно грамотного построения производственных процессов для того, чтобы наш потребитель был доволен и для того, чтобы все наши партнеры были абсолютно в нас уверены. Что получает наш клиент, который использует продукцию с этим знаком? Вот смотрите, это перспектива выхода на международный рынок, потому что это стандартное правило. Это рост доверия покупателей и партнеров к нашей продукции, повышение конкурентоспособности каждого элемента, который мы представляем. В целом, этот сертификат оценивается как знаковый имиджевый инструмент, то есть его присутствие, конечно же, сразу же повышает нашу профессиональную репутацию. Это дополнительные преференции, дополнительные плюсы при участии в каких-либо государственных, допустим, закупках за счет внедренных требований норматива. Надеемся, что мы дойдем до того, чтобы, в частности, в Украине мы сможем воспользоваться государственными закупками. И еще плюсы такие. Итак, сертификат ИСО – это всегда свидетельство высокого уровня менеджмента во всех разных странах. И это наглядное свидетельство того, что компания работает качественно и ориентируется на интересы своих потребителей и своих партнеров. При этом она постоянно совершенствует свои возможности как в сфере производства, так и в сфере торговли. Поэтому конкретно у нас на сайте написана следующая информация. То, что мы сказали, дано коротко в таком виде. А именно, сертификат ИСО-9001, означает соответствие международному стандарту 9001-2015 по системе менеджмента качества, является доказательством грамотного управления предприятием высокого уровня надежности и существенным преимуществом конкретного партнера. Все, о чем я говорила, сказано коротко и понятно. Это документ, который подтверждает, что на пищевом предприятии внедрены, поддерживаются требования, принятые в международной системе безопасности продуктов питания. И также у нас на сайте написано, что это система менеджмента качества и безопасности, внедренная на предприятии, которая сертифицирована независимой европейской организацией по сертификации определенной группы Австрия Групп. Соответственно, вся наша продукция промаркирована необходимым знаком, который и подтверждает, что этот продукт произведен на предприятии, который применяет систему менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов. Мы переходим к следующему сертификату Кошер. Но что это такое? Кошерная сертификация – это проверка предприятия и сырья на соответствие правилам, предусмотренным законами и правилами иудаизма. Инспекцию производит специалист, который имеет возможность проводить такие действия. Он владеет законами иудаизма и технологией производства в сфере питания. Просто вспомнив, что слово Кошер на иврите значит пригодный, подходящий или еще можно сказать полностью качественный. В русской транскрипции оно говорится Кошер, а прилагательное Кошерное, то есть разрешенный законами иудаизма. Кошерная пища – это пища, которая приготовлена именно по всем еврейским религиозным обычаям. Но Кошрут – это система этого Кошерного питания, то есть это правило именно еврейских обычаев. И Кошрут – это система рационального питания, которая предполагает, что пища должна быть разнообразной, разнородной, учитывается вопрос совместимости продуктов. Здесь есть некоторые особенности, в отличие, допустим, от, ну мы живем в стране Украины, от наших правил питания есть некоторые отличия. И вот здесь надо снова же отметить, что Кошер не является необходимым или обязательным требованием для производителя. Это добровольная сертификация, которая позволяет четко показать, что продукты, которые употребляются верующими в пищу, в том числе продукты, которые мы предлагаем, они дозволены и разрешены к употреблению. Поэтому в то же время мы подразумеваем, что это говорится о том, что это экологически чистый, полезный для здоровья, ну или еще, можно сказать, продукт, пригодный для тела и души. То есть это сертификат, который подтверждает соответствие продукции, ингредиентов и процессов производства. Обратите внимание, что это и начальное сырье, и все ингредиенты, которые используются, и сам процесс производства еврейскому и диетарному закону. Поэтому это проверка предприятия и сырья на соответствии с этим правилом, предусмотренным этими законами иудаизма. Ну считается, что кошерная пища, она более полезная и безопасная, и она готовится по особой технологии. Поэтому именно процесс сертификации включает в себя изучение не только исходного сырья и состава продуктов, но и всех тонкостей технологического процесса. То есть режимы температурные, оборудование, где происходит процесс. И один из самых основных эталонов кошерной сертификации говорит о том, что это очень высокие уровни чистоты на производстве. Процедура этой сертификации делится на два этапа. На первом этапе происходит изучение сырья, состава и технологии производства. И вот даже по этим элементам специалист, который занимается оценкой каждого элемента, он уже может сделать вывод о том, можно ли продолжать дальше, или уже есть какие-то неразрешимые противоречия. То есть это первый этап, когда изучили только сырье, состав продуктов и технологию. А вот на втором этапе уже посещается предприятие для того, чтобы четко и абсолютно скрупулезно изучить каждый процесс непосредственно на производстве. При этом изучается оборудование, помещение, где граница сырья и каждый миллиметр движения сырья до получения уже готового продукта. Поэтому надо понимать, что это очень сложный процесс, ну это процесс очень трудоемкий. И только после того, когда четко доказано, что чистота сырья, продукции, оборудование, технологического процесса доказано, только в этом случае делается вывод о том, что да, продукция соответствует правилам и получается годовой сертификат кошерности. Снова же никто не выдает его бессрочно и регулярно будут проходить последующие проверки. Свидетельство кошерности выдается и после этого в течение года оно является действующим. Однако надо помнить, что в любом случае, когда получается сертификат, надо понимать, что дополнительные инспекционные проверки могут проводиться в любой момент. Что подтверждает сертификат кошерности? Он подтверждает о том, что конкурентоспособность, она выше тех, кто не прошел эту сертификацию. С другой стороны, качество продукции является доказательством того, что сертификат кошерности – это качественная пища и безопасная. То есть чистота продукта на неимоверной высоте. Это всегда приводит к тому, что увеличивается продажа, потому что рынок кошерной продукции, он в принципе высок и он постоянно расширяется. Какие плюсы в получении сертификата, как рассказывают специалисты? Ну, первое – это соблюдение законов иудаизма. Это важно, мы сказали, что у них свои правила. Следующий момент – это доступ к рынкам кошерности, потому что этот рынок велик, и туда зайти без этого сертификата невозможно. Причем доказано только в США 17 миллиардов долларов этот рынок с тенденцией роста его каждый год. Но обратите, пожалуйста, внимание, что в этом случае возможно получение особого знака кошерности, потому что есть дополнительные плюсы в этих сертификатах, которые наносятся именно на упаковку товара. И это прямо подтверждает качество продукции. И рост доверия потребителей, конечно же, в том, что это экологически чистые продукты, которые соответствуют всем критериям кошерности. Этот сертификат на нашем сайте представлен следующим образом. Вот наш вам сертификат, конечно же. И мы указываем, что это документ, который подтверждает соответствие, подтверждает, что карамель серии Камолитесей признана кошерной и полностью отвечает строгим требованиям кошерности особого закона о правильной пище. Израильским равенатам и определенной организацией в Лондоне. Серия Камолитесей признана высочайший статус кошерности, который соблюдают и признают даже строгие иудеи. То есть здесь есть свои правила, самая высокая степень достоверности, которая, возможно, получена наша продукция. Продукция компании сертифицирована с правом круглогодичного использования логотипа в соответствии к кошерному статусу. Следующий сертификат, который распространяется, это сертификат халяли. Мы сейчас говорили про иудаизм. Это следующий сертификат, который говорит о том, что наша продукция проходит освидетельствование в соответствии с требованиями, оговоренными в стандарте исламской религиозной организации. Здесь снова же идет оценка продукции в виде сырья, добавок и также средств, которые используются для производства и помещений. И подтверждение документальным путем с участием третьей стороны, которая будет заниматься непосредственно этой стандартизацией. Вот с арабского языка слово халяли или халал переводится как разрешено. То есть это и чистота, но не только в питании, но в целом это относится и к одежде, и к поведению, способу зарабатывания денег. То есть это слово имеет широкое применение. Мы его несколько сужаем до конкретно нашей продукции, продуктов питания драже и пиел. С помощью данной сертификации в условиях рыночной экономики производитель имеет возможность гарантировать соответственность своих товаров требованием непосредственно исламских законов. Эта процедура снова же происходит для того, чтобы четко показать потребителю, что у нас компетентные органы, которые имеют право провести эту сертификацию, участвовали. Они подтвердили соответствие качества нашей продукции всем элементам необходимым для того, чтобы мусульманские потребители ни в коем случае не получили случайно продукт, который в чем-то будет не соответствовать нужным требованиям. То есть мы четко подтверждаем, что мусульманские потребители, используя наш продукт, получают высококачественные продукты питания и ни в коем случае это не входит в противоречие с тем, что бы они хотели получить. При этом, получая такой сертификат, надо знать, что она отмечается определенным знаком халяля и показывает, что в составе нет компонентов, которые запрещены для мусульман и соответствуют всем канонам ислама. Продукция, которая имеет сертификат, пользуется доверием потребителей именно мусульманского мира, она сертифицирована снова же. Подтверждение этому есть не только на сайте нашей компании, но и на сайте компании, которая занималась этой сертификацией. Хочу просто напомнить, что количество мусульман, оно тоже велико. В данной России, это около 13% граждан России являются мусульманами, но эту продукцию халяль используют не только мусульмане, а с удовольствием ее используют для других компенсий, просто потому, что эта продукция имеет дополнительный, прошла дополнительный контроль к ее производству, и требования экологичности и безопасности четко подтверждены. Коммерческие выгоды понятны, потому что потенциал спроса на эти продукты, он высок и он растет. Получение сертификата является добровольной процедурой, снова же проводится только по одни степени собственника компании, как прошло в нашем случае. И здесь надо просто помнить, что правила халяль, они запрещают употребление определенных продуктов, которые изготовлены из запрещенных каких-то компонентов. Поэтому вся продукция, которая проходит сертификацию, серьезно, регулярно и строго контролируется мусульманскими экспертами. И в случае, если обнаруживается минимальное отклонение от заявленных норм сертификации, сам сертификат халяль может быть отозван. И, конечно же, об этом будет сразу всем сообщено. Что представлено у нас на сайте компании? Мы пишем коротко, что этот сертификат халяль подтверждает, что продукт произведен в соответствии с предписаниями исламской юриспруденции, не содержит запрещенных компонентов. И это диетический стандарт питания для мусульман. Безопасность, чистота полезных здоровья, отсутствие вредных консервантов и добавок, важный момент, соответствует требованиям сроков годности и условиям хранения. Просто и безопасно позволяет отличить нашу продукцию для тех, кто в этом заинтересован. И мы пишем после этого о том, что это диетический стандарт питания, который удобно и выгодно использовать не только мусульманам, но и другим, кто хотел бы использовать, конечно же, качественные продукты питания. У нас появляется сертификат FDA. То есть мы уже были с мусульманским миром, с иудаизмом. Мы перешли в американскую епархию. И здесь у нас появляется администрация Food and Drug Administration, FDA сокращенно. Это управление по надзору за качеством продуктов питания, food и медикаментов. То есть в Америке есть единый орган, который отвечает за качество всех продуктов, которые могут попасть через рот в организм человека. Это может быть пища, это могут быть лекарства, это могут быть какие-либо добавки пищевые, это могут быть просто дополнительное питание, как в нашем случае. Все они проходят сертификацию одним и тем же органам по одним и тем же общим правилам. Поэтому этот сертификат FDA, он очень хорош тем, что он изначально подтверждает, что качество этих продуктов, оно абсолютно соответствует. То есть, допустим, мы говорим о наших продуктах питания, дополнительного питания. Но они проходят такую же строгую абсолютно сертификацию, проверку, как лекарственные препараты. Лекарственные препараты проходят многоуровневую проверку с разными дополнительными исследованиями. Точно так же FDA исследует и наши продукты дополнительного питания. То есть, надо понимать, что в первую очередь, это четкая гарантия качества и безопасности для здоровья любых продуктов, которые могут быть использованы, как на территории США произведенной, так и в других странах. Вот здесь надо четко знать, что всегда есть третья сторона, которая снова же выделяется для того, чтобы провести абсолютно многочисленные исследования, многочисленное изучение по всем абсолютным параметрам. И только после этого возможно выдача именно этого сертификата. Регистрация продукции в ВВИ является обязательным условием в случае, если этот продукт выходит на рынок США. Обязательным. Без регистрации в ВВИ невозможно вообще говорить о чем-либо в пределах страны, о которой мы говорим. При этом прохождение этой инспекции гарантирует качество и безопасность, но предполагает снова же проверку на соответствие очень большому количеству параметров безопасности, которые предъявляются к пищевой продукции и к косметической продукции. Но если этот сертификат получен не только в пределах США, но в любой другой стране, это всегда говорит о том, что эта сертификация является подтверждением высочайшего имиджа компании. И мы показываем, что мы прошли сертификацию в условиях FDA. Это очень сложная процедура, затратная для производителя, потому что надо провести много времени, надо подготовить массу различной дополнительной аналитической документации, предоставить все, пройти все эти длительные этапы соответствия, и потом, получив этот сертификат, мы с гордостью показываем его везде. Я врач, я общаюсь иногда с врачами, когда я говорю, допустим, о нашей продукции ЭПИЛ, и мне задают вопрос, мне задают вопрос, а есть ли у вас сертификат FDA? Потому что для тех, кто имеет отношение к воздействию на здоровье человека, сертификат FDA является просто дополнительной звездой качества. Что этот сертификат нам подтверждает? Что мы отвечаем за сохранение здоровья населения, потому что FDA отвечает именно за сохранение здоровья населения, именно тем, что контролируются продукты питания, медикаменты и табачные изделия, и какие-либо косметические средства, и любые продукты, которые могут попасть через рот. Это оценка безопасности в обязательном порядке, особенно наличие в них опасных веществ, например, пестициды, радионуклиды, химические добавки, консерванты, те же самые, как мы уже с вами вспоминали, они отсутствуют, только в этом случае получается сертификат FDA. Контроль исполнения законов, потому что есть ряд законов, которые поддерживают качество продукта питания. Не только получили его и забыли, а мы регулярно, постоянно отслеживаем качество всех наших процедур, и, соответственно, мы знаем, что наше качество продукции, оно постоянно на определенном уровне. Контроль качества медицинских технологий, то есть мы четко понимаем, что наши продукты, конкретно мы говорим про продукты EPL, они совместимы с лекарствами, которые назначаются специалистами, возможно, используются нашими партнерами. Они совместимы, мы четко это знаем. И вот у нас на сайте представлен наш сертификат. Обратите внимание, что снова же эти сертификаты регулярно обновляются. И мы пишем у нас на сайте следующее. Так, прошу прощения. Это немножечко. У нас сертификат FDA показывает, что наша продукция абсолютно соответствует всем требованиям, которые необходимы для того, чтобы зарегистрировать продукцию на территории Соединенных Штатов Америки. Поскольку мы с вами знаем, что наш завод находится именно в Кишиневе, в сердце чудесной Республики Молдавия, то, естественно, у нас есть сертификат соответствия Республики Молдова, потому что именно там производится наша продукция. Соответственно, это обязательный документ основной. Молдова – это европейская страна-изготовитель. Соответственно, все требования к качеству безопасности пищевых продуктов, они у нас выполнены, они добросовестным образом подтверждены. И поэтому наша продукция может беспрепятственно поставляться в страны Европы, Америки, Азии и Австралии. Итак, мы с вами сказали, что наши сертификации, часть из которых являются добровольными сертификатами, но, тем не менее, они сразу являются визитной карточкой на определенном рынке и для определенных наших партнеров. Часть из них является обязательным, допустим, как и в ДИИ, или, допустим, сертификация соответствия Республики Молдова. Соответственно, наша продукция, наш завод, который у нас работает, это наш завод, это имеет принципиальное значение. Я даже не буду на этом останавливаться, потому что мы все понимаем, насколько важно иметь свой завод-производитель. Итак, последнее, о чем хочу напомнить. Вся наша продукция компании EPL, я сейчас говорю конкретно про наши дрожжи аккумулированные, изготовлены с использованием инновационной технологии аккумулитостей, мы с вами помним, в чем основа этой технологии, или в следующий раз расскажем в это подробнее. То есть мы применяем леденцы с максимальной пользой для любого нашего партнера из любой страны, при любых правилах питания и особенности избирательности возможных продуктов питания. Мы помним о том, что для того, чтобы получить растительные компоненты, которые необходимы нашему организму, нашему здоровью, для того, чтобы поддерживать нас постоянно, особенно сейчас осенью, когда меняется погодная основа, используется наша технология аккумулитостей. Мы помним, что у нас идет определенная наноразмерность для того, чтобы обеспечить именно вхождение компонентов в клеточку. Я просто напоминаю правила наши главные. Мы придаем отрицательный заряд для того, чтобы направить наши компоненты именно туда, где есть повреждение и положительный заряд клетки. У нас есть сахарная структура носителя, сахарный носитель и кристаллическая структура для того, чтобы четко донести информацию растения до каждой клеточки нашего организма целительной информации в неизменном виде. Мы используем нашу продукцию под язык. Это удобно, это доступно, это дает мгновенный эффект, и мы не теряем ни капли наших растительных компонентов. При этом мы напоминаем о том, что обязательно сопровождаем прием нашей продукции водой. Водный режим важен, потому что включаются, активируются продукты очищения организма. Для этого нужна питьевая вода. Снова же прием дрожжа один стакан воды и не забываем сполоснуть потом ротовой пояс. Мы помним, что наше сырье, эта компания Бара Хербс, наш поставщик, и снова же здесь работают наши сертификаты, кашуты, халяль, которые четко это все отслеживают в виде вот своего кошерности, содержания биометрии. У нас 15 продуктов, которые имеют разный состав растительных. Снова же это длительная и сложная работа лучших специалистов компании, которые подготовили эти составы. Мы напоминаем о том, что прием нашей продукции должен быть длительный, минимально 3 месяца, для того, чтобы мы получили столькие эффекты. При этом минимальный прием это одно дрожжи или один наш леденец под язык в день. А в некоторых ситуациях, в количествах меняется, это дополнительная тема, которую мы рассмотрим в другие разы. Итак, наша продукция, которая позволяет очистить наш организм от токсинов или от продуктов жизнедеятельности, обеспечить правильное питание каждой клеточки нашего организма, соответственно, помочь ей выполнить свою функцию, помочь каждому органу выполнить свою задачу в течение каждой минуты нашей жизни и, соответственно, только радовать нас. Она помогает защитить наши клеточки именно от различных повреждающих факторов, в том числе от свободных радикалов в большом количестве. И, соответственно, все это позволяет восстанавливаться им в том темпе, который является оптимальным или обязательным. И каждый элемент вот этого движения, которое мы с вами говорим, движение к нашему лучшему здоровью, да, к нашему оптимальному здоровью, это подтверждается всеми нашими сертификатами. Снова же, каждый из этих 15 видов продукции имеет сертификат. Поэтому просто хочу напомнить, что, уважаемые друзья, уважаемые партнеры, любите свое здоровье. Кроме вас, ваше здоровье никто так любить не будет, и никто для него не сделает то, что можете сделать вы. Поэтому быстро, удобно, с эффектом наших дрожжей. Помним, что они их 15, они все имеют разный вкус, вы должны просто попробовать это все для того, чтобы рассказывать это нашим друзьям. Не забываем о том, что обязательно используем их постоянно, потому что надо быть счастливым в каждом мгновении нашей жизни. Поэтому не теряем ни одного дня. Наши сертификаты с нами, наша продукция с нами, качество продукции не вызывает никаких исполнений. Поэтому будьте счастливы, будьте здоровы, рады.